Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая новость. Друзья, не так давно я вам предоставлял информацию о том, что Михаил Дегтярев планирует нанять для себя охранников, потому что опасается за свою безопасность и траты будут на этих охранников 33 миллиона рублей. И вот буквально сегодня появилась в сети информация, депутат пожаловался в прокуратуру из-за планов Дегтярева нанять охрану за 33 миллиона рублей. Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов написал обращение в прокуратуру из-за намерений правительства региона потратить 33 миллиона рублей на охрану, на личную охрану в Рио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом Емельянов написал на своей странице в Инстаграм. В условиях сложной экономической ситуации в крае необходимости дополнительной социальной поддержки жителей региона и объектов здравоохранения в период широкого распространения новой коронавирусной инфекции считают такую трату денег налогоплательщиков недопустимой, заявил Емельянов. Сегодня у Дегтярева личный охранник, завтра личный врач и астролог. Мне кажется, Хабаровский край не заслужил этого. В середине ноября правительство Хабаровского края объявило конкурс на обеспечение охраны Дегтярева, выделив на это 33 миллиона рублей с краевого бюджета. По условиям контракта в течение года высшее должностное лицо региона должно охранять 7 человек 24 часа в сутки. Таким образом, охрана Дегтярева обойдется краевому бюджету в 4,7 миллиона рублей в расчете на одного охранника. Для защиты главы региона охранники могут использовать спецсредства. Дегтярев усилил свою охрану, потому что не чувствует себя в безопасности. Об этом заявлял журналистом 28 октября. Я усиливаю охрану, я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектов Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны. Объяснил тогда в Рио губернатора Хабаровского края. Ну и друзья, давайте разберемся, кто такой этот человек, который подал в прокуратуру заявление. Депутат Петр Емельянов избрался в Заксобрание края от ЛДПР. Он индивидуальный предприниматель. Основные сферы его деятельности – торговля лесом, автомобилями и автозапчастями. В июле 2020 года после назначения в Рио губернатора члена ЛДПР Дегтярева вместо арестованного экс-губернатора Сергея Фургала Емельянов вышел из партии. Удивительные новости о кадровых назначениях в Хабаровском крае застали меня в столице нашей родины в городе Москве. Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит, заявил он. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями. Поэтому я вхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в Законодательной Думе края, в которой я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Вот такая вот, друзья, информация. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.